Всем привет! Сегодня я расскажу об очередной комнате с Airbnb и она находится в Брюсселе, в столице Бельгии. Начнем рассказы непосредственно с комнаты. После того, как мы входим в комнату через вот эту дверь, мы видим следующие апартаменты, можно сказать. Здесь у нас кровать, но на самом деле она двухспальная. Как бы сказать, как бы вам пояснить. Вот здесь две кровати на самом деле. Это не одна большая кровать, здесь их две. Два одеяла, две подушки, два пледа. По обе стороны такие произвольные тумбочки, светильнички. Впрочем, красиво. Здесь одна такая батарея. Сейчас зима, она пригодится, регулируется уровень. Конечно же, можно выйти на балкон. Вот он. Вот это вид из окна, можно сказать. Такой вот. Так. Здесь у нас есть шкаф. Когда-то был камин. Жаль, что его нет сейчас. Или поставили хотя бы электрон, и было бы вообще супер. Вот так вот. В комнате еще есть собственный душ. Душ, но с этим душем есть нюанс. Очень плохо стекает вода. И постоянно, когда ты здесь стоишь, у тебя пол пятки в воде. Как бы не сильно придумано. Здесь туалет. Он закрывается. Такая вот дверь. И все закрыто. И умывальник. Вот, в принципе, все, что есть в этой комнате. Она уютная, но есть свои нюансы. Поскольку сейчас зима, прошло Рождество. На улице примерно от плюс шести до плюс девяти днем, ночью. И отопление, допустим, днем, в час дня, батареи холодные. Ближе к вечеру они уже горячие. И ночью они горячие. Но когда просыпаешься в восемь утра, они такие, более-менее теплые. Поэтому сказать, что здесь тепло, я бы не сказал. Потому что, допустим, две ночи подряд я просыпался от того, что холодно. Это такой основной минус. Ну и еще минус, конечно же, из вот этой двери, из вот этого отверстия здесь дует. Здесь реально дует. Потому что, если посмотреть, там просто дырка. Как бы никто об этом не заботится. В принципе, как и проблема с душем. И сейчас покажу, что у нас еще есть в коридоре. Вот, это прихожая. Это прихожая. Здесь, получается, пять комнат. Здесь еще приватные ванные комнаты. Есть третья комната. Вторая. Там первая. Наша четвертая. И здесь пятая комната. И здесь, конечно же, есть еще кухня. Здесь у нас верочка. Да, на кухне у нас есть плита. Ну, плита, микроволновка, чайник, кофе. Все, что нужно. И два холодильника даже. И куча посуды. Покажешь? Да. Так, здесь куча посуды на каждый день. Здесь покошить. Здесь попить. Там еще чашки белые. Вот, да, с блюдечками. И даже есть выжималки для лимона. Ну, и судочки, если вы что-то приготовили, нужно сложить в холодильник. И здесь ножи, вилки, ложки. Кастрюльки, сковородки с крышечками. И здесь тоже самое. По-моему, даже есть блендер или что это? Да, блендер. Отлично. Вот так. Это то, что мы имеем на кухне. Вот так, в принципе, вот такая вот квартира в Брюсселе. Что еще сказать? Опять, почему же я остановил выбор на вот этих апартаментах? Опять же, из-за того, что это Брюссель, это столица, и у нас есть собственная кухня. Это немаловажный плюс. Потому что средние цены в ресторанах на одного человека, это от 10 до 30 евро. Это как бы довольно-таки, как для студента, приемлемая цена. Поэтому мы остановились здесь. Кухня есть, собственный душ есть, езди поспать. И еще один опыт съема апартаментов с Airbnb. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите, конечно же, следующих видео, в которых я буду рассказывать о самом Брюсселе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!